Девушки отдыхают 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 Мне нравится эта его линза. Это вообще не моя фигня. Вообще. Его костюмы настолько великолепные, и как у него хватает денег на всё. Похоже на концерт, на который стоит сходить. Если ты типа сдох, интересненько. В рамках металл-скрима фигни он определенно заслужил уважение. Он странный чел, но я его люблю. Кстати, о господи, у него сиськи. Занят у него костюмчик. А, окей, эту песню я тоже знаю. Доп-шоу. Как она сделала это? Это видео довольно клёвое. А вы, ребята, понимаете, что здесь происходит? Чем больше смотрю, тем больше нравится. А сколько ещё этого здесь? Это очень плохо. Мне типа не нравится. Это не то, чтобы я слышала, открыв свой компьютер. Это пока самый нормальный. Мне нравится кинематографичность всего этого. Окей, уже лучше. Думаю, становится всё лучше. У меня дилемма насчёт Мэрилина Мэнсона. Я хочу его слушать ещё, но также не хочу, чтобы снились плохие сны. Что не так с его ртом? Типа Микки Маус? Не втягивайте Микки сюда. Это качает. Не знаю, его музыка кажется мне забавной. Думаю, если бы я слушал это без видео, было бы более-менее. Но от этого видеоряда меня воротит. Это было путешествие по тёмным заколокам человечества. А мне понравилось. Это было весело. По сравнению с современной музыкой, это пусто и безжизненно. Но всё-таки есть что-то в этом. Хоть я и не буду слушать это на одине с собой, но интересно, как он ценит свою артистичность. Мэрилин Мэнсон известен как крайне шокирующий исполнитель. И он сам заявляет, что его смысл существования на Земле – это хаос. Вы думаете, этот образ помог его музыкальной карьере, или всё-таки нет? Но это то, чего он добивался, и это определённо помогло его музыкальной карьере. Я не думаю, что мы бы знали о нём, если бы он не был таким безумным, каким он является. Это заставляет людей злиться, они такие, что это? Но это и заставляет говорить о нём. Определённо помогло. Я ценю, что он такой, какой есть. Ему комфортно с этим, и он продвигает то, что ему нравится. С одной стороны, люди, которым нравится он и все эти его штуки, они счастливы, для них всё и делалось. Но среди широкой аудитории он теряет большую долю продаж, потому что немногие готовы окунуться в нечто столь возмутительное. Противопоставление – это его фишка, наверное. Всегда есть те, кому не нравится, и есть фанаты. Но думаю, ему плевать. Думаю, ему это в кайф. Если кто-то слушает его музыку, то они подсаживаются на неё и слушают только эту музыку. Я думаю, что они будут ненавидеть каждого, кто будет пытаться походить на него. Это часть его образа, и это объединяет его и его фанатов. Много раз за его карьеру его музыка и клипы подвергались осуждению за плохое влияние. Особенно за тот случай в школе стрельбы в 99-м году, где, по слухам, стрелявшие были большими фанатами его музыки. Окей, а сколько фанатов у него вообще? Ну, конечно, среди них будет немного сумасшедших. Это тупо. Многое из того, что ты делаешь, влияет на твою жизнь, но случай со стрельбой – это зашло слишком далеко. Если кто-то слушает его музыку и делает какие-то глупости, это не должно отражаться на певце. Здесь очень много факторов – их воспитание, их окружение, где они выросли. Это не только… Ты не можешь обвинять Мэрилина Мэнсона. Это зависит от того, как ты воспитал своих детей. Не находишь ли ты, что родители и СМИ по-прежнему обвиняют артистов, видеоигры и другие типы медиа плохого влияния на подростков? И есть ли у этих мыслей основания? Да, в смысле, ну, они всегда будут что-то обвинять. Типа, если подумать про GTA, ее всегда обвиняют за насилие. Видеоигры для меня – это способ расслабиться иногда. Люди есть люди, и это надо принять. Взрослые смотрят на наше поколение и такие, типа, о, этот хип-хоп, эти Black Ops и Call of Duty и все эти штуки влияют на нас слишком плохо. И они такие, да, твое поколение смыто в сортир. Это все взаимосвязано. Они будут меньше возмущаться, если увидят, что другие люди принимают это и подражают этому, тогда до них дойдет, что такие вещи – это нормально. Музыкальная индустрия имеет определенное влияние на то, как мы живем и на кого мы хотим быть похожими. Если кто-то смотрит это и его не тянет к этому, то это нормально. Не думаю, что это толкает людей делать то, что они не хотят. Я не думаю, что они являются примером «пойди и сделай это». Скорее, они такие «эй, пусть мой образ послужит примером того, как не нужно делать». И вот, ты знаешь больше про Марлина Мэнсона. Хотела бы ты послушать его музыку, когда выйдет его новый альбом? Нет и нет. Нет, я точно не приду домой и не буду такая «дай-ка я посмотрю про него что-нибудь еще». Нет, нет, вообще нет. Уважуха, но нет, это не для меня. Это было интересно, но я не думаю, что я это буду делать. Я скажу, что некоторые песни мне понравились, но то, как он их представляет и то, как представляет себя – это просто не про меня. Да, по-любому. Это нечто другое. Это энергично и весело. Каждый раз, когда он что-то выпускает, я такая «я заценю». Он довольно доставляет, он интересный. Я думаю, это делает его таким привлекательным.